Была бритва и ножик. Ну что осталось в крайнем случае. А вот это была тачилочка, значит, вот он подправлял этот инструмент сочек. Незатейливые предметы быта десятилетиями лежали в земле вместе со своим хозяином. Останки солдата Красной Армии Барташа Георгия Силовича были найдены поисковым отрядом за родину в лесах Калужской области 7 сентября. С этого дня для героически погибшего красноармейца начался долгожданный путь домой. Работая в этом году, здесь у нас была, как мы называем, вахта памяти, она довольно скоростечная. С сентября месяц начало. И вот 7 сентября был поднят, значит, этот боец, которого мы сейчас передаем. Удалось по медальону, значит, провести экспертизу. Малая родина бойца – Кубань. И, как оказалось, внуки и правнуки все еще помнят и ждут своего пропавшего родственника. По их просьбе принять останки прибыли представители Совета молодых депутатов Кореновского района Краснодарского края. Было принято решение, чтобы мы съездили непосредственно в гости в Калужскую область, в город Бетлицы, и обсудили с коллегами вопрос того, как происходил подъем останков, что случилось, как обнаружился именно, можно сказать, наш земляк, наш герой. Поисковый отряд за родину работает в этих краях уже второй сезон. Но удача в поиске павших советских солдат, а тем более их родственников, запустует не всегда. Все потому, что в Калужской области были как места сбора ополчений солдат Красной армии, так и оборонительные рубежи немцев. Благодаря усилиям, искреннему старанию, а иногда и по воле случая, все новые бойцы обретают свой покой с должными почестями. Ребята занимаются очень хорошим делом, которое мало кто осознает вообще, в том числе, особенно из нашей молодежи, что это огромный труд, это адский труд, не просто выехать куда-то на природу, а найти хотя бы предположительно, где проходили бои. Таким образом постепенно пропадают белые пятна не только в истории России. Свой душевный покой находят и семьи, родственники которых когда-то ушли на фронт, но так и не вернулись.